А вот такой вот интересный брелок от нового Jolie FY11, выполнен в форме такой, наверное, спортивной машинки. Достаточно легкий, неувесистый, такой литой ключик. Ну а субъективно у Кулгрея ключ мне понравился больше. Здесь бесключевой доступ, конечно, машина работает, поэтому открывается все просто. Электрорегулировка сидений. Интересно, что как и водители, так и пассажиров. Здесь большой, просто громенный такой кран мультимедиа. Здесь такой парящий тоннель, который мы уже видели в некоторых других последних моделей Jolie, в частности в Кулрэй, да и в Атласе, собственно. Там вот есть такая ниша. Два порта USB, да. Ну и здесь вот селектор коробки АКПП. Надо признать, что выполнены очень стильно, удобно в последних современных тенденциях моды автомобилестроения. Здесь и паркинг, такой вот кнопочкой, здорово, красивой включается. Ну и здесь еще есть некоторые режимы движения. Движение, это спуск горы, вот, система включения ESP, плюсы камеры круглого обзора. Вот, ну и эта шайба, она предназначена для выбора режимов движения. Здесь же у нас есть амбентная подсветка, контурная, иначе вот она, ну, здесь плохо видно сейчас. Мерцает вот так вот салона, вот, здорово смотрится. Автомат, кстати, восьмиступенчатый, стандартный, с гидротрансформатором, это не робот. Роботы устанавливаются, как нам пояснили, и будут устанавливаться на моторы объемом 1,5 литра. Здесь же у нас двухлитровый турбобензин, мощностью порядка 240 или 236 лошадиных сил. Но этот дефорсированный мотор в номинале, он выдает более 250 лошадок. Вот, панели, панели здоровские, мягкие, вся обивка мягенькая. Здесь такой гламурный пластик, ну, марки, понятно, глянцевый. Здесь память сидений, вот. Что еще? На заднем ряду, ну, на заднем ряду достаточно просторно. Вот кресло установлено под мой рост, подогнанный, да. То есть у меня рост около 180 сантиметров, точно 179. Вот, под себя настроил, видите, места хватает. Сейчас присяду. Вот, в ногах тут еще прям, ого-го, больше, чем, да, сейчас плюс положу, вот, больше, чем, ну, почти, да, на ладонь. Панорамный люк, да, классная штука, вот он так открывается, вот. Большое такое окошко в небо, здесь вот сеточка такая, которая не позволяет потоку воздуха на высокой скорости задувать на задний ряд сидений. Ну, и служит вот такой, ну, холодный. Да, что еще? Ну, здорово, что у Джили с версии GT, я помню, были вот такие вот регулировки переднего пассажирского сидения именно для заднего сидока. Можно регулировать это, двинуть сидящему сзади. Вот, ну, здорово. Вообще, сзади просторно достаточно. И вот эти вот задние заваленные стойки P-образного, вот этого кроссовера, они, собственно, лично мне, с моим, повторюсь, ростом 180 сантиметров, они мне совершенно не мешают. Вот, как выглядит еще автомобиль изнутри. Очень-очень классно, очень стильно. Это похоже на такой Next Gen Китай, который уже там, в Поднебесной, он существует. Говорится, ездит по дорогам. Ну, а у нас в стране, у нас в стране только начинает появляться. Собственно, вот эта машина, она одна из двух, в топовой комплектации. Повторюсь, двухлитровый, турбобензин. Полноприводный вариант. Вот, на огромных 20-дюймовых катках. Кстати, резина классная. Гудьер. Вот. Дорогая, низкопрофильная резина. Вот. Ну, сзади вот такой вот силуэт достаточно интригующий, интересный. В стиле. Больше мне напоминает Аркан, нежели Boomwake 6. Если их многие тут журналисты успели назвать. Наряду с опцией контроля и удержания в полосе, данный автомобиль оборудован еще и адаптивным круиз-контролем, который позволяет не только поддерживать заданную скорость где-то на загородной трассе, но и контролировать дистанцию до впереди идущего автомобиля. Ну, а теперь покажу динамику ускорения со средней кресельской скоростью, допустим, 90 км в час. То есть до 120-130, зачастую это необходимо делать где-то на трассе при обгонах. Вот посмотрим, как GILIO 511 быстро набирает скорость. Итак, поехали. Вот уже 120. Пожалуйста, уже 130. Как видим, автомобиль очень динамично ускоряется в этом диапазоне оборотов, поэтому проблем с обгоном, я думаю, ни у кого не возникнет. Сезрайва разразилась летняя гроза. Блин, очень-очень достаточно серьезный водяной поток на нас обрушился. Горники работают в полную село. Скорость у нас, ну, скорость неплохая, 80-90. Учитывая то, что дорожная полоса полоса залита водой, но здесь можно отметить, что здорово справляются с водоотводом покрышки Goudier. Напомню, именно они установлены на этой машине, поэтому ехать можно, не опасаясь за то, что что-то страшное может произойти с машиной. Да, вот такая погодка бывает во время от Израила.